Приветствую вас, друзья мои, зовут меня Степан. Я, как обычно, знакомлю вас с печками, каминами и их устройством. Но сегодня речь пойдет не о печи, не о камине, сегодня речь пойдет об антиконденсационной вставке. Этот элемент встречается у меня часто в обзорах. Мне казалось, что я ответил уже о его назначении всем. Но, тем не менее, продолжают появляться вопросы у вас. И касаемся мы с вами этого элемента в магазине, обсуждаем его неоднократно. Итак, для начала мы сегодня разберемся в самой проблеме, которую решает вот эта вставочка. А потом чуть-чуть порассуждаем о том, действительно ли это хороший универсальный элемент. Напомню, что производит его компания Дарка. Или есть какие-то другие решения, какие, в общем-то, вопросы у меня к этому элементу все-таки остаются в перспективе, которую нужно будет решать. Погнали. Для начала давайте разберемся с вами с такими простыми понятиями, как сборка по дыму или сборка по конденсату. И возьмем для простоты обычное верхнее подключение. И вот этот антиконденсационный элемент, он как раз и применяется чаще всего именно в верхнем подключении. Что такое верхнее подключение, давайте тоже очень быстро покажу. Вот такая схемка. Ваш домик с мансардой или без. И труба уходит вертикально вверх. Сначала одностенная, потом сэндвич, потом такой зонтик, возможно, даже с ветрозащитой. То есть, нет подключения через стену. Ну, а теперь к самой трубе, по дыму или по конденсату. Значит, у каждой трубы есть широкая и узкая часть. И в зависимости от того, широкая часть вверху или внизу, это и будет подключение по дыму или по конденсату. Когда у вас узкая часть находится вверху, а широкая внизу, это называется собрать дымоход по дыму. А когда обратная ситуация, узкая сторона у вас внизу, а широкая вверху, вот это называется сборка по конденсату. Как это понять? У вас из печки на выходе приблизительно 300 градусов. Ну, плюс-минус. Где-то 270-400 градусов. А на улице, к примеру, минус 20 или Нижневартовск, минус 50. И дым, поднимаясь по трубе, охлаждается. Он уже на первом метре вот здесь, одностенные трубы, потеряет градусов 80. То есть, когда замеряем пирометром, там 300 градусов здесь и 220 уже вот здесь. И когда дым у нас выходит на улицу, и здесь минус 50, то, естественно, этот дым остывает, остывает ниже 80 градусов, плюс 80, и образуется конденсат, образуется влага. И эта влага течёт по трубе вниз. Есть ещё один путь образования влаги, более простой, это атмосферные осадки. И тут уже многое зависит от того, есть вот эта ветрозащита или нет. На 100% она не исключает ни дождь, ни снег. Ну, тем не менее, там немножечко защищает. Но речь идёт сейчас как раз о конденсате. Он неизбежен. Он всё равно будет появляться. Итак, что происходит? Представьте, вот у нас в трубе образовалась влага, и она течёт вниз. И при сборке по конденсату, вот такой, у нас влага попадает в следующую трубу, и может стечь вот до самого-до самого низа, аж в печку. А при такой схеме сборки по дыму, когда у нас образуется конденсат, то он попадает вот сюда, в щель, вот в этот стык, и вытекает на наружную часть трубы. И если труба у нас видовая, то есть стоит сразу на печке, и вы на неё смотрите, то вот здесь на стыках появляются такие рыжие пятна, очень некрасивые подтёки, так называемые. Высыхают, и, ну, в общем, неприятная штука очень. Ещё хуже, если сборка по дыму при вертикальном подключении произошла в утеплённых трубах. Потому что влага попала в утеплитель. И утеплитель напитывает влагу, он перестаёт быть изолятором, и постепенно он стекает вниз. Ну, то есть буквально утеплителя через какое-то время вот здесь в сэндвиче может не остаться. Теперь на живом примере. Итак, вот живой кусочек трубы 150-го диаметра. У неё есть широкая сторона и узкая сторона. Вся, по сути, труба, это и есть широкая сторона. Где бы мы её не отрезали, она всё равно остаётся широкой. И только вот одна сторона у нас является узкой. Стандартная ситуация. Чугунная печка или стальная со 150-м диаметром. И давайте попробуем соединить вот эту трубу с чугунным фланцем печи. Для начала я покажу, что труба отлично соединяется с печкой по дыму. Практически нету зазора внутри между трубой и чугунным фланцем. А теперь давайте перевернём трубу, так как мы договорились, что по конденсату лучше подключать. И мы с вами обнаружим, что узкая часть, она совпадает по диаметру вот с этим чугунным фланцем. Кто-то из вас ловко заметит, а зачем нам брать вот этот кусок трубы, если мы можем просто от трубы отрезать узкую часть, у нас окажется и снизу, и сверху широкая, и просто одеть. Но мы к этому вернёмся. Этот вариант возможен, но сейчас объясню, что делает антиконденсационная вставка. Итак, в антиконденсационной вставке по центру наварено кольцо внутри. Вот такой желобок, который смотрит вниз. И чугунный фланец печи должен попасть вот сюда, под этот желобок. И таким образом конденсат по этому желобу будет стекать в печку. Конденсат будет попадать на чугунный зуб. Этот конденсат там испарится. И даже если он останется при следующей топке, просто вот этот налёт ржавчины, он исчезнет. А если мы просто отрежем кусок трубы, то желобка этого не будет, и произойдёт следующее. Заканчивается мой блокнотик чудесный. И есть ещё. Итак, вот мы поставили трубу. Вот течёт наш конденсат вниз, и он вытекает вот сюда. И вот это рыжее пятно, о котором я говорил ранее, оно оказывается на печи на верхней крышке. И это тоже может вас слегка нервировать. Снимаем все вопросы. Ещё раз наглядно показываю. Сборка происходит по конденсату. Совпадают диаметры. Вот та самая антиконденсационная вставка, которая вставляется, одевается на печку, и уже в неё вставляется труба. И вроде бы всё хорошо. Но есть нюансы. Нюанс номер один. Устанавливаем антиконденсационную вставку, заглядываем внутрь, и видим, что у нас есть щель между юбкой и чугунным фланцем. Эта щель есть практически на каждой чугунной печи. Для того, чтобы исправить этот недостаток, нам, естественно, нужно подрезать на те самые полтора сантиметра вот эту антиконденсационную вставку, чтобы она плотненько села на чугунный фланец. Нюанс номер два. Даже после того, как мы отрезали часть вставки для того, чтобы плотно она села на чугунный фланец, она всё равно может не сесть плотно. Из-за чего вот эта юбка, скорее всего, упрётся вот в этот чугунный борт. И для того, чтобы всё-таки завести конденсат внутрь, нам с вами надо будет отгибать эту юбку, буквально брать в руки плоскогубцы и по сантиметру отгибать эту юбочку по кругу. И только потом она сядет и заведёт весь конденсат внутрь. Нюанс номер три, он скорее теоретически. Мне кажется, что может вот эта сварка быть не очень надёжной, со временем отходить, она со временем может прохудиться. Особенно после того, как мы поработали плоскогубцами, для того, чтобы этот фланец всё-таки оделся на печку. То есть влага теоретически вот через эту юбку, она всё-таки может попасть на печку. Нюанс номер четыре, с которым, к сожалению, мне пришлось несколько раз столкнуться. Почему-то именно с этого элемента у компании Darko иногда отходит краска. И это особенно обидно, когда объект находится за 150, 200 или 300 километров. Приходится человеку ехать и переделывать, перекрашивать этот элемент. Итак, для того, чтобы не попасть в такую ситуацию, просто перекрасьте его изначально, из коробки. Возьмите наждачку, снимите краску, обезжирьте и покрасьте в два слоя обычной термостойкой краской. С нюансами всё. Но даже этих нюансов достаточно для того, чтобы понять, что это несовершенный элемент, и компания Darko, возможно, когда-нибудь его допилит до совершенства. Но пока компания Darko будет пилить, надеюсь, что возьмут на вооружение этот элемент российские и белорусские производители, сделают нечто подобное, и у нас с вами, друзья, появится выбор. А выбор это всегда хорошо. Пускай не будет у вас паники, если вдруг не окажется у вас вот этого антиконденсационного элемента, хотя бы по той причине, что в вашем регионе монтажники могут не использовать эти элементы, не держать их в наличии, и вообще не привыкли делать подключение по-другому. Ничего страшного в этом нет. Обычное подключение производится по дыму, обрезается единственное, что вот эта узкая часть трубы, и обычно переворачивается. Соединение достаточно плотное между стальной трубой и чугунным фланцем, и монтажники, как правило, используют обычный термостойкий герметик 1200-1500 градусов. Вот в такой тубе приблизительно он продается. Производитель не суть важна, надо этого герметика совсем чуть-чуть, и монтажник будет работать с тем производителем, к которому просто привык. Но и этот герметик, он все-таки не является универсальным решением. И вот почему. При разогреве и печка, и труба, этот металл, они начинают играть, они начинают немножко деформироваться, и смещаться относительно друг к дружке. И этот герметик, он просто эти расширения не компенсирует. Он становится твердым, жестким, он не расширяется, в отличие от металлических элементов, и может со временем просто высыпаться и растрескиваться. И в эти щели и трещины тоже через несколько лет может попадать влага, и небольшое ее количество может все-таки оказываться вот здесь, сверху, на крышке печи. У меня лично возникает логичный вопрос. А что на эту тему думают производители? Понятно все с производителями труб, которые изобретают вот такие элементы для решения проблем. Но эта проблема касается-то и производителей печей в том числе. И есть производители печей, которые действительно думают об этой проблеме. Мало того, что они и думают, и знают, они ее еще и решают. Давайте покажу вам пример правильного подключения, такого грамотного решения этой проблемы. Вот за моей спиной стоит печка. Сейчас ухожу ее от крышки, чтобы было наиболее наглядно. И давайте внимательно посмотрим на ее чугунный фланец. В паспорте печи указан стандартный 150-й диаметр. Вот он. Но вот этот фланец, он на самом деле шире. И труба одевается не наружу, а устанавливается внутрь. И внутри она фиксируется не просто потому, что этот элемент сделан под конус, а потому, что внутри сделана вот такая канавка. И подключение у нас всегда будет по конденсату. При этом эта канавка еще и является направляющей для дыма. Если конденсата будет совсем чуть-чуть, он вот здесь же и испарится в этой канавке. Если его будет много, он попадет в печку. Но мы этого и добивались с вами, изначально вот с этим элементом. Итак, вот такое простое решение. У меня нет ответа на вопрос, почему все производители не делают вот такие фланцы, но некоторые из них делают. За что им, конечно, большое спасибо. Обзор этой печки отдельно выйдет в самое ближайшее время. Но, коль уж я открыл верхнюю крышку, то покажу вам еще вот что. Это касается напрямую подключения. Когда мы подключаем эти печи стальными двухмиллиметровыми трубами, то вот здесь очень жесткое соединение. Предусмотрел производитель вот здесь отверстие под болты. Здесь прям нарезана резьба. И можно технически эту трубу закрепить, просто вкрутив болты. Зафиксировать ее. Но стоит она достаточно прочно. И когда одевается вся санитвич труба целиком, то я предпочитаю там лишние соединительные элементы не использовать. Но если подключение происходит нержавейкой, например, шидельперметр, стартовый элемент, там как раз нержавейка используется, или миллиметровая, или 0,5, зависит. И здесь появляется большая щель. Но мы с вами имеем возможность использовать не герметик, который, напоминаю, будет со временем растрескиваться, вы просто берете вот такой уплотнительный шнурочек. Он самоклеющийся. Обматываете 2-3 раза трубу по кругу. И соединение без всяких герметиков происходит очень плотно. Этот шнур не горит. Это хороший шнурок. Он не растрескивается. У него тут практически нету нагрузки, но он делает такую жесткую фиксацию трубы. Надеюсь, что у вас не осталось вопросов по антиконсенсационной вставке, и вы решите для себя впредь использовать ее или нет, или применять какие-то другие решения. Если видео, а я на это надеюсь, было для вас полезным, то ставьте палец вверх и бомбите внизу в колокол, подписывайтесь. Давайте вместе следить за этой темой. Ну, а как подключить правильно именно вашу печку, Степан знает. Всем счастливо. Пока.